Виталий, приветствую тебя! Сегодня у нас понедельник, наша традиционная встреча. Соответственно, обсуждаем рынки снова с точки зрения фундаментального фона, технического анализа. Подсвечиваем возможности и рассказываем тем подписчикам, которые следят за нашим с тобой совместным контентом, что можно прямо сейчас делать на финансовых рынках. Итак, прошлой неделе с точки зрения доллара было два важных события. Это выступление Паула, председателя американского регулятора на симпозиуме Банка Швеции, где, конечно же, изначально был прогноз, что Паула перед заседанием в феврале все-таки сможет прокомментировать будущее изменения и планы американского регулятора по ставке. Но Паула говорил о чем угодно, только лишь не о монетарной политике, что довольно странно, учитывая, что председатель ФРС, в принципе, только и должен был говорить о монетарной политике. Ну да ладно, потом все внимание переключилось на отчет по инфляции. Мы помним, что фактические цифры в соответствии с прогнозом инфляции в США в декабре снизилась с 7,1% до 6,5%, базовая инфляция скорректировалась с 6 до 5,7%. И, конечно же, на фоне снижения инфляции это позволило тем, кто следит за монетарной политикой и, в принципе, за процентной ставкой в США предположить, что после этих данных американский регулятор точно заметил темп повышения ставки. И вот на заседании, которое, кстати, начнется 31 января, с 31 января на 1 февраля повысить ставку на 25 байсных понтов, а не на 50, как было на прошлом заседании. Поэтому сейчас, конечно же, те, кто шортит доллар, ликуют. Считаю, что при таких условиях индекс долларов будет валиться и дальше. Соответственно, обновлять новые и новые многомесячные минимумы. И через, скажем, пару месяцев американский регулятор вовсе нажмет, опять же, на стоп и скажет, что достаточно с повышением процентной ставки. Теперь посмотреть стоит, как американская экономика адаптируется к тем решениям, которые ранее были приняты, и будет ждать уже неопределенное время. Я сегодня хочу обратить внимание на несколько торговых идей, возможностей, которые, как мне кажется, еще сохраняют колоссальный потенциал. Во-первых, это золото, которое пользуется, конечно же, сейчас поддержкой в виде слабого доллара. Давай к демонстрации ганну перейдем. Так, это золото, которое пользуется поддержкой слабого американского доллара. Если слабеет доллар, то снижается доходность американских облигаций. И сейчас золото уже в районе 1915 долларов за тройскую лунцию. Причем максимум был практически 1930. Мы видим, как ломаются все уровни такого локального сопротивления, они становятся уровнем поддержки. И вот золото уже закрепилось выше психологической планки 1900 долларов за тройскую лунцию. Я сторонник того, что золото все еще сохраняет потенциал для еще большего роста, потому что считаю, что сейчас идеальная возможность, чтобы отыгрывать индекс рыночных настроений, пользоваться поддержкой какого-то небывалого ажиотажного спроса в отношении золота со стороны институционалов. Об этом я делаю выводы на основании отчета Американской комиссии по огольным товарными фьючерсами. С каждой недели с нетерпением жду этот отчет, потому что интересно посмотреть, насколько продолжительной будет эта тенденция набора спекулятивной позиции, потому что сейчас это уже тренд, который продолжается больше трех месяцев, мы видим то, что золото как раз продолжает обновлять локальные максимумы. Вот мои коллеги считают, что ближайшей целью для золота будет сопротивление 1950. Я с этим, ты знаешь, абсолютно согласен и считаю, что даже в краткосрочной перспективе с большей долей вероятности можно ждать обновления локальных максимумов без какой-либо существенной коррекции. А тем, кому интересно сейчас работать с золотом, я рекомендую обращать внимание на иных свиничных настроений. Пока там сохраняется перекос довольно серьезный, 80% трейдеров ашартит, только лишь 20% покупает, вместе с меньшинством оставаться на стороне длинных позиций и ждать вот этого вряд ли произойдет быстрый разворот, но я думаю, что прежде чем поменяется тенденция и большинство уже начнет покупать, а меньшинство продавать, мы пройдем через пограничный уровень 60-40, 50 на 50 и вот где-то там можно будет уже отказываться от длинных позиций. Но не уверен, что это произойдет сейчас и думаю, что восходящая тенденция может сохраниться вплоть до заседания американского регулятора, когда для доллара появятся новые катализаторы роста. То есть на ближайшие две недели я с большой долей вероятности, опять же, когда мы встретимся с тобой через неделю, думаю, что также картина будет прежней, я рекомендую золото покупать. Доллар-иена тоже предсказуемая. Торговля сейчас по этому дуэту активов, мне кажется, что ну не заработать на снижение пары доллар-иена было просто невозможно. И если кто-то упустил эту возможность, это, конечно же, серьезный просчет, потому что фон крайне однозначный. Даже без доллара было понятно, что без локальной слабости американского доллара, что японская иена будет укрепляться, потому что мы фактически сейчас работаем с первым за десятилетия явным переломом в политике американского, точнее японского регулятора, который постепенно начинает отказываться от мягкого режима, от стимулов, с которыми, честно говоря, он заигрался, мне кажется, в последнее время, и переходит к постепенному ужесточению. На этой неделе заседание Банка Японии. И вполне возможно, что мы можем на этом заседании услышать о дополнительном расширении коридора колебания национальных японских облигаций, либо, я допускаю, что сюрпризом может стать конкретный разговор, обсуждение руководством японского регулятора возможности повышения процентной ставки с учетом анализа негативного эффекта для экономики сохранения мягких экономических стимулов в течение длительного периода времени. И чтобы не упускать возможности, хотя, конечно же, сейчас шортить это, продавать на многомесячных минимумах уже, кто-то скажет, что это рискованно, но мне кажется, что прям пара доллар-иена просится, чтобы ее притопили до уровня 125 и потенциально ниже. И я разделяю прогноз Сити и Банков Америка, которые прогнозируют, что первый квартал этого года будет закрыт примерно, ну, даже в диапазоне, скажем, 120-125 иен за доллар. Это все равно с текущих уровней, даже если взять верхнюю границу, снижение на 330 пунктов. Это снижение можно, конечно же, использовать. И если уж мы говорили про инвестиционных настроений, сегодня по евро-доллару. Я сейчас не распыляюсь на большое количество инструментов, вот просто чтобы добавить еще один актив, где можно положиться сейчас на индикацию индекса рыночных настроений, потому что здесь тоже картина такая же, как и по золоту. Очень много трейдеров, прям подавляющее большинство сейчас в коротких позициях. И учитывая, что мы на локальных максимумах, ну, не достигли еще, не добрались до психологической такой планки 1.10, я думаю, что в конечном счете евро могут утянуть туда повыше, как раз до заседания американского регулятора, то есть в перспективе ближайших двух недель. Поэтому кому интересно поторговать подкосрочно парой евро-доллар, подкосрочная возможность, конечно же, здесь в виде развития бычьей тенденции и ожидания восстановительной динамики до уровня 1.0950-1.10. Вот на вот этих трех идеях я пока рекомендую сосредоточиться. Виталий, слово тебе. Так, ну, по поводу инфляции я бы еще хотел добавить, которая вышла на прошлой неделе. Как я уже ранее анонсировал прогноз от JP Morgan, если не ошибаюсь, долгосрочный на год вперед, он указывал на то, что инфляция будет все-таки снижаться. Как мы видим, она снижается, но в этом отчете, который вышел в четверг, есть некоторые, скажем, нюансы, не все так гладко. Первое, то есть индекс инфляции, он как бы снизился на 0.1%, но по сравнению с прошлым, за ноябрь, в ноябре он вырос на 0.1%, в декабре снизился, то есть у нас практически в ноль за последние два месяца. Но есть другой показатель инфляции, это базовый индекс. Если вычесть, получается, продукты питания и энергоносители, то у нас идет рост инфляции базовой на 0.3%. Это за декабрь, и у нас, получается, в ноябре рост был 0.2%. То есть у нас в последние два месяца 0.5% роста инфляции. Как мы знаем, что вот эта инфляция базовая, вот эти все, если разбить по пунктам, то вот конкретно на эту базовую инфляцию как раз влияет монетарная политика. И мне кажется, что, возможно, они будут, как все ожидают, как бы 0.25%, что поднимут ставку в первое число. Но не стоит ожидать и сюрпризов каких-то, потому что целью ФРС есть борьба с инфляцией. Это самое главное. Поэтому не исключаем каких-то сюрпризов. Я видел там уже вот эти ожидания аналитиков, плюс ставки, которые идут по повышению ставок. Все ожидают 0.25%. Да, да. Ну, посмотрим, скажем. Пока инфляция растет базовая. Вот это пускай, что могут повысить на 0.50%, если помню. Я не исключаю. Я буду уже смотреть по факту на рынок, что там к первому числу нарисуют, потому что есть одни ожидания на рынке. Рынок, скажем так, немножко... Некоторый рынок пошел в другую сторону. Ну, давайте я сейчас пойду к демонстрации экрана. Так. Давайте начнем с индекса доллара и закончим индексом S&P 500. По индексу доллара, в принципе, на прошлой неделе я, скажем, мои ожидания оправдались. Я еще с тобой понедельник, когда мы общались вот на этом отрезке, я говорил, что пока роста, скажем, индекса доллара я не вижу, потому что здесь было достаточно такое сильное медвежье поглощение. Предыдущий рост, который был ранее, еще на позапрошлой неделе, я думал, что здесь начнется какой-то рост индекса доллара, но мы его в конце позапрошлой недели, мы его поглотили. И я, скажем, как бы отошел от покупок и дал приоритет лонг как раз ближе к четвергу, как раз утром четверга, прямо перед инфляцией. Здесь было видно, что у нас будет, скорее всего, шорт, у нас уровень 103.20. Мы ниже него закрылись в понедельник. Вторник, среда как раз красиво проторговался. Вот я, кстати, как раз публично писал утром в своем публичном канале, что по индексу доллара я вижу снижение. Вот, ну, четкий уровень, четкая модель. И, в принципе, по всем мажорам, я писал, все мажоры аналогично против бакса смотрятся. И поэтому здесь была видна картинка, что какая бы там инфляция ни вышла, технически мы смотримся в шорт. На текущий момент аналогично. Пока каких-то признаков на рост по индексу доллара нету. Конечно, если там прям с заядлым покупателем, то такие покупки можно найти. У нас есть такой, так скажем, треугольник уходящий, да, дивергенция. Эти значения, в принципе, достаточно, как говорят, вкусные для покупок по индексу доллара. Конечно, рискнуть можно купить со стоп-лоссом за сегодняшний минимум, но я лично буду ожидать, так скажем, более надежных покупок. Это когда мы сломим, так скажем, вот этот импульс, который был в четверг прошлый. И желательно пробить уровень 103 и 20, закрепиться выше. И после этого я бы работал на ту долгожданную коррекцию, которую я ожидал, так как у нас рынок достаточно сильно перепродан. И желательно бы там сделать хорошую коррекцию, хотя бы там 50-70%. Но пока, скажем, все говорит о снижении, поэтому рисковать я не буду, хотя есть признаки на возможную коррекцию. Пока вот такой приоритет у меня по индексу доллара. Что касается S&P 500, ну, по валютным парам всем аналогичная картинка, я бы так сказал. Вот по S&P 500 на прошлой неделе я ошибся. В принципе, эта ошибка была осознана в формате, то, что я еще с тобой в понедельник обсуждал это. Если брать европейский рынок, там, FTSE 100, KAC 40, DAX 30, точнее DAX 40, немецкий индекс, китайский индекс, они все как бы обновили декабрьские, так скажем, максимумы, да. И все указывало на то, что там будет рост по Европе, по Китаю. Я, в принципе, там Китай, Китай у меня получилось неплохо купить, я всем советовал. А вот по S&P 500 я тоже был как бы еще в конце года покупателем, да, тоже думал, что будет такой рост, но в какой-то момент я переключился на шорт на прошлой неделе, получил убыток по этому инструменту. И сейчас, скажем, как бы мы находимся возле той глобальной трендовой, которую я ранее анонсировал, да, и мы пытаемся ее пробить, и я думаю, что ближайшие несколько дней решится, ну, будем мы дальше идти наверх или вниз. То есть после того, как нарисуется мощный импульс вниз по S&P 500, я перейду к варианту снова шорта, так как у нас сейчас достаточно мощный за последние там две недели мощный тренд начался наверх, и пока признаков на снижение нету, да, мы находимся в такой точке X, либо мы отсюда, дальше идет хороший рост или разворот. Пока сигналов на разворот нету, вот если будет мощный импульс, и с коррекцией я буду снова шортить, возможно, это будет там где-то в середине недели или в конце недели что-то нарисуется. А пока сложно говорить о шортах, поэтому держим на паузе вот этот актив. Плюс, что мне еще смущало по S&P 500, то что вот я в прошлый раз советовал, в принципе, покупать некоторые акции, они достаточно неплохо смотрятся в лонг среднесрочно, поэтому не исключаю, что S&P будет расти. Это акции Facebook, я ранее публично анонсировал, еще в декабре покупать их среднесрочно, и в прошлый понедельник с тобой выше уровня, получается, у нас уровень был 124, мы выше него на позапрошлой неделе закрылись, и как раз вот здесь на прошлый понедельник можно было купить данные акции, еще немножко прокатиться наверх. Дальше, что можно еще добавить по акциям. В принципе, кто ранее не покупал Meta, Facebook, в принципе, потенциал еще есть. Ну, конечно, запрыгивать на максимумах рискованно, но приоритет лонг. Дальше есть довольно интересная акция, это Adobe, ну, Adobe Reader, я думаю, многие знают, что это за компания, многие пользуются этим приложением, да. Здесь тоже достаточно мощное накопление, в принципе, можно эту бумагу рассматривать в среднесрок, покупать ее, вплоть до уровня, там, 380-400, возможно, будет прострел по данной акции, если не выше. Также IG, это страховая компания, тоже достаточно хорошо смотрится в лонг с текущих, с риском за пятничный минимум. Дальше, Johnson я ранее советовал покупать, не пошел, то есть здесь сработал убыток. Apple, в прошлый раз советовал присмотреться, я не показывал картинку, это Apple и Tesla, достаточно сильный нисходящий тренд, да, такой среднесрочный, долгосрочный уже. И есть небольшие признаки на рост, он уже начал, скажем, как бы, пошла реализация этого роста локально, как видим, вот с прошлого понедельника, неплохой рост пошел по акциям Apple и по Tesla. Tesla, вот тоже уровень 115, в принципе, выше уровня 115, можно, скажем, как бы, рискнуть, рассматривать покупки отмена сценария, то есть слом уровня 115 в таком формате. Поэтому вот эти акции, в принципе, неплохо смотрятся на покупку, но вот, которую я перечислил. Некоторые уже пошла реализация, то есть, подытожим, по индексу S&P 500, пока с текущих, скажем, 50 на 50, больше за рост, жду, там, день-два развязки, уже буду понимать, куда его точно торговать. В принципе, буду писать или в Telegram-канале публичный, или на YouTube-канале своем. И по индексу доллара, там, аналогично нарисуется тот момент, который я сказал, мощный импульс наверх. Буду работать на рост, пока вне рынка. Вот у меня как-то вот так. Спасибо, Виталий, за комментарии, за фондовый рынок отдельно. Спасибо. Опять же, знаю, что по комментариям многих интересуют сейчас вот эти возможности с корпоративными историями. Поэтому здорово, что ты касаешься этого сегмента тоже. Давай сохраним эту традицию и тенденцию дальше. Ну что, ждем тогда каких-то новых фундаментальных триггеров. На самом деле, статистик не так уж и много будет на этой неделе. Ну вот, кстати, завтра утро начнем прямо с китайских данных. ВВП, промышленное производство, рыночная продажа, декабрьская статистика. Интересно будет посмотреть, как в декабре, когда Китай уже столкнулся с очередной вспышкой ковида, как обстояли дела с такими основными фундаментальными показателями. Потому что от того, какую мы увидим статистику, может быть, в следующий раз можно будет посмотреть, как действовать по рынку нефти. Потому что ведь в нефть многие верят в неизбежный рост как раз за счет ожидаемого восстановления китайской экономики. Ну ладно, это мы с тобой обсудим тогда уже в будущем, в следующий понедельник. Виталий, спасибо тебе большое еще раз за уделенное время. Тоже хорошей тебе торговой недели, хороших трейдов и до скорых встреч. Всем удачи. Все, пока. До свидания. Пока.